В Кирове 13.06. Программа «Особое мнение» в прямом эфире. Яна Лапшина. Приветствую слушателей. Говорю здравствуйте. Гость у нашей студии. Это Константин Сичихин, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, председатель общественного совета при региональной службе по тарифам и член общественного совета при федеральном дорожном агентстве «Росавтодор». Константин, добрый день. Добрый, добрый день. На этой неделе состояло сразу два заседания, и общественные контролеры по дорогам подводили итоги сезона, и при РСТ было заседание общественного совета, обсудили ситуацию с тарифом на вывоз ТБО. Собственно, с итогов этих заседаний предлагаю нашу программу начать. Напоминаю слушателям, что вы можете участвовать в нашем эфире, задавать вопросы гостю, либо через наш сайт эхакирова.ру, через форум анонсов «Вопрос есть», и чуть позже мы, значит, к нему обратимся. Ну и не забывайте, что есть возможность через мессенджеры, используйте, пожалуйста, WhatsApp, Viber 8909-720-101 и 0. Пожалуйста, пишите, мы следим. Наверное, с мусора. Наверное, с мусора, да? На прошлой неделе стало известно о том, что один из трех резервных полигонов, которые власти региональные предлагают на замену осенцам, это полигон в деревне Скоково Слободского района, отказался принимать кировские отходы из-за того, что могут быть превышены годовые мощности, годовой объем. Та же самая ситуация может произойти в ближайшее время с еще одним полигоном в Орщевском районе, говорят эксперты, и мест поблизости от Кирова, где можно складировать наш мусор, их становится меньше. Как следствие, мусор повезут куда-то в другие, наверное, места, и это не может не сказаться на тарифе. Я так понимаю, что на заседании общественного совета при РСТ вы повышение тарифа, возможное в следующем году на вывоз ТБО, обсуждали, но связано ли это напрямую с тем, что закрыли для приема мусора полигон Осенцы? Я хочу сказать, что у нас не только с полигоном Осенцы на сегодняшний день проблема. У нас также с 1 октября прекратил прием отходов на Линский полигон, в Налинском районе. Там тоже прекращена приемка ТКО по причине заполнения данного полигона на сегодняшний день. И проблема, она такая, как комок, наваливается все больше и больше. Мусор подступает. Мусор подступает. Как ее собирается решать данные задачи Министерства охраны окружающей среды Кировской области, а именно непосредственно министр Виктора Албегова. Непонятно. Информация очень скудно идет от них. Мы с вами не знаем ничего больше. Только все обещают, обещают, что мы будем жить лучше, а лучше не становится. Если брать региональную службу по тарифам, да, я председатель общественного совета, при региональной службе по тарифам на... В понедельник вы, по-моему, заседали, да? Да, в понедельник мы заседали. Основной вопрос у нас общественного совета было, а как же мы будем жить, при каком тарифе в 2021 году. И попросили сделать нам предварительный расчет. Предварительный расчет, я хочу сразу сказать, что это предварительный расчет тарифа на сегодняшний день. И порядка повышения тарифа во втором полугодии 2021 года будет на 3,4%. Из тех цифр, которые нам предоставили в общественный совет, у нас основная цифра, почему идет повышение. Это повышение идет из 216 миллионов рублей. Это те денежные средства, которые были сначала... И которые вычитали из тарифа по решению Федеральной антимонопольной службы. Про это неоднократно говорили, и РСТ про это говорили. О том, что было предписание Федеральной антимонопольной службы, которое РСТ выполняло. И тариф регионального оператора Куприд был урезан на порядка 250 миллионов рублей. Но с учетом Куприд не согласился, пошел в суд. Суд выиграл, пусть не в общей сумме порядка 250, но на 216 миллионов рублей суд был выигран. Так, теперь эти деньги надо отдавать. Да, теперь эти деньги надо отдавать. Отдавать, понятно, что будет не правительство Кировской области, не Федеральная антимонопольная служба. А эти деньги будут отдавать граждане, которые в свое время недоплатили, можно так это назвать, потому что из тарифа эта сумма была убрана. А теперь эту сумму возвращают, порядка 216 миллионов рублей. И эта сумма будет фигурировать в следующем тарифе, который будет принят где-то по конец года. Вот, и будет действовать со второго полугодия 21-го. Поэтому пока на сегодняшний день повышение на 3-4 процента, это уже 100 процентов. Это без учета того, что у нас неразбериха с полигоном. Да, это без учета, опять же, неразберихи с полигоном. Но сразу хочу сказать, что пока в тарифе уже на втором полугодии полигон Осенцы исключен из тарифа, как объект размещения отходов, так как мы все знаем, что ситуация такая, какая есть. Отходы им запрещено размещать. Плюс идет, сейчас пересматривается схема размещения отходов, территориальная схема в Кировской области. Как, опять же, нам известно, что в этой схеме полигон Осенцы уже не является как объектом, куда размещаются отходы. Отходы города Кирова перераспределяются по другим объектам. Поэтому из тарифа по ТКО для акционерного общества Куприд полигона Осенцы, как со своей же инвестпрограммой и с объемом размещения отходов, они исключаются. Пока предварительно. Это все предварительно будет известно в ближайшее время, в ближайшие пару месяцев. Потому что Куприду, во-первых, требуется в ближайшее время отыграть аукционы по размещению отходов, по транспортировке отходов. На следующий год. На следующий год, да. И у нас же каждый год эти аукционы. И вот где-то ноябрь месяц Куприд должен это отыгрывать. И потом эти все цифры подадут за те деньги, за которые отыграют. Эти все цифры должны будут подать в региональный служб по тарифу. И там уже будет сформирован общий тариф для АО Куприд и, конечно, для граждан в данной ситуации. Мы можем спрогнозировать, он вырастет больше, чем на 3,4%? Или пока прогнозы делать преждевременно? Нет. Прогнозы, конечно, делать преждевременно. Прогнозы это все равно неблагодарное дело. Но, на мой взгляд, повышение тарифа 100% будет. Вот уже 100%, что 216 миллионов рублей, извините, но возьмите и положите в этот тариф, да. И как бы есть решение, но есть решение суда. И здесь уже мы ничего не можем сделать. Есть решение суда, которое, по сути, надо региональной службе по тарифам выполнять. Они будут выполнять, они эти 216 миллионов рублей заложат. Да, у нас идет сейчас за минусом практически полигон Осенцы. Но никто не знает, в какие деньги нам обойдется транспортировка этих отходов с учетом увеличения... И куда их повезут. И куда их повезут. Ну, уже примерно известно, куда их повезут. Потому что, согласно изменениям территориальной схемы размещения отходов, это в основном полигон Оричи, это в основном полигон Зуевка, и это в основном полигон Нулубягина. Даже полигон, вот про тот, который вы сказали, в Скоково, в Слободском, он туда размещение отходов по измененной территориальной схеме, там только Слободской район размещает. Город Киров туда уже не размещается. Не повезет. Не повезет, да. Ну, по крайней мере, это в публичном доступе, все могут ознакомиться, эта информация там есть. И поэтому на сегодняшний день, пока то измененной схеме, то везут Оричи, Зуевка и Лубягина. Ну, как бы, я понимаю, что Оричи тоже не близко, Зуевка тем более для нас не близко, значит, транспортные расходы по перемещению отходов, они увеличатся. Насколько они увеличатся, пока никто не знает. Пока про эти цифры молчат. Все-таки к какому моменту должны будут сказать, увеличится или нет? Я думаю, что это не раньше там 20-х чисел декабря это все произойдет. Ой, спасибо за подарок по Новый год. Да, это всегда у нас. У нас любят нам правительство Кировской области совместно с регионами службы по тарифу под Новый год дарить подарки, да. И такие подарки не в минус, а в плюс. Поэтому я думаю, что где-то опять подарок нас ждет опять же к Новому году. Как бы без этого никак. Но мы со своей стороны, со стороны общественного совета, конечно, будем добиваться снижения тарифа. Потому что мы видим в этих цифрах, которые нам были предоставлены, есть на что делать акцент, есть на что делать упор, как бы на снижение тарифа. В региональной службе есть еще экспертный совет, который непосредственно занимается тарифами. Там и члены общественного совета состоят, которые, по крайней мере, в рамках диалога мы общались. И вот через две недели мы опять будем собираться общественным советом и обсуждать опять же этот тариф. Потому что к некоторым цифрам, предоставленные нам, у нас возникли вопросы. Почему? Потому что не видим на сегодняшний день, а какой именно объем отходов размещается на полигонах. Куприд заявляет 316 тысяч тонн, при этом не предоставляет никаких доказательств, а точно ли это 316 тысяч тонн. Может, это меньше. Может, это в разы меньше, может, это в разы больше. Не взвешивают, что ли? Нет, они все взвешивают. Именно они-то все взвешивают. Им-то все взвешивают на полигонах, везде стоят весы. Полигоны все денежки свои получают не согласно объему размещения общего, а согласно, сколько им завезли. И там у них внутри-то системы все четко налажено. А почему тогда вопросы к этой цифре? Вот поэтому мы сейчас решили более подробно разобраться в каждой цифре, предоставленной нам региональной службы по тарифам. В каждой цифре и понять все-таки, есть ли в этих цифрах какой-то подвох, либо все правильно посчитано. Поэтому мы сейчас взяли небольшую паузу на пару недель. Будем более подробно разбираться в тех цифрах, которые нам предоставлены. Ну, для дальнейшего хотя бы попытаться снизить тариф для жителей Кировской области. Или как-то предварить, да, вот это повышение, отыграть его. Ну, да, потому что, ну, по крайней мере, если центральный полигон убирается, из Осенца, да, если мы про него говорим, да, это приличный объем. Это порядка только 157 тонн размещения отходов из 316, это более половины, да. И только порядка, вот если у нас по 2020 году, это порядка 610 миллионов рублей. Это вот, понимаете, как бы из общего тарифа, а это общий тариф, он делается из 2 миллиардов 661, на 1 миллион рублей, да, то это уже 600 миллионов минусом. Да, понятно, что у нас... Ну, его же повезут куда-то. Понятно, что повезут, но у нас там тариф другой на размещение. Другой. Тариф у полигона в Оричах и у Зуевки намного ниже. Чем в Осенцах. Конечно, потому что в Осенцах очень большой тариф полигона на размещение Осенцев лежала большая инвестпрограмма. Инвестпрограмма, это вот за что его строили. Мы же все вместе с вами построили полигон, который сейчас закрыт. И сейчас, да, его вычислил, ну, как бы, никто пока за инвестпрограмму нам обратно деньги возвращать не собирается. Да, потому что работы-то проведены. И, насколько я понимаю, они еще и ведутся там сейчас. Они ведутся до сих пор. И вот по этому поводу у нас тоже возникло очень много вопросов. Конечно, не к региональной службе, потому что они, как бы, здесь, ну, при чем к ним вопросы задавать? Как бы, не они решали закрыть этот полигон. А вот к Министерству природоохраны. Минприроды. Да, Минприроды, конечно, там возникают вопросы. А кто же будет нести ответственность впоследствии за, во-первых, кто, как бы, будет пытаться взыскать инвестпрограмму с центрального полигона? И можно ли это сделать? Возможно ли взыскать? Потому что объект построен, ведь, практически. Да. А возможно ли возникнет ситуация такая, что инвестор, который построил данный полигон, он скажет, извините, я не получил прибыль. И пойдет в суд на правительство Кировской области, не знаю, там, на министерство, на тех, кто это все решили, что он не получил какую-то предпринимательскую выгоду. Ну, как бы, он имеет... То есть деньги вложил в строительство, да? Он имеет, да. У нас, причем, говорили, что заплатили даже больше, причем там чуть ли не на 100 миллионов больше, чем предусмотренный инвестпрограммой. Возможно. Но пока на сегодняшний день инвестор в региональную службу по тарифам не отчитался. Он отчитался только за первый квартал 2020 года по инвестпрограмме. На сегодняшний день отчета по второму и третьему кварталу нет. Поэтому судить о том, что какие деньги вложены и насколько они суммируются из тарифной составляющей, пока рано. Тоже вот сейчас запросили эту информацию региональной службы по тарифам. Ждем, когда получим от предприятия центральный полигон отчет по инвестпрограмме, чтобы понимать, какие деньги вложены. Да, я тоже в курсе, что там порядка чуть-чуть уже не 90% построено данного полигона. Вот первые карты, получается, которые сейчас строят. Но вопрос, опять же, еще пока официальных цифр нет. И судить о том, что насколько там больше, меньше, какие суммы, это сложно. Но, как мы понимаем, что собственники, собственники либо инвесторы данного объекта имеют полное право выйти в суд в дальнейшем на взыскание вот этих денежных средств, которые они вложили, на защиту своих прав и интересов. Имеют, имеют, как предприниматели. Они же вложились, вложились. Они рассчитывали, что они будут работать в территориальной схеме. Рассчитывали на это. Почему бы им не идти в суд-то? Я бы со своей стороны была бы у меня такая ситуация. Я бы, конечно, пошел в суд. Зачем мне нести такие потери? В общем, историю с тарифом на вывоз отходов мы, конечно, будем мониторить. Через две недели после того, как вы соберетесь снова, я думаю, что будет большая ясность, может быть, по цифрам. Давайте тогда, Константин, сейчас к дорогам перейдем. Заседание рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, по-моему, состоялось накануне, если я не ошибаюсь. Вчера, да. И было там несколько вопросов. Ну, во-первых, обсуждались места концентрации ДТП. И та, ну, как бы странная немножко, на мой взгляд, история. То есть даются нам средства, в том числе федеральные, на то, чтобы этих мест становилось меньше, а меньше их не становится. Да. Вот в этом вся и проблема почему-то нашей реальности жизни на сегодняшний момент. Почему-то денег выделяют с каждым годом все больше и больше на ликвидацию мест концентрации ДТП, совсем на безопасность дорожного движения, чтобы наши улицы, наши дороги, наши пешеходные зоны стали более безопасные. Все больше строят заборчиков сереньких. А ой, да. Ну, были желтенькие, стали серенькие, да. А где-то и черненькие. А где-то и черненькие, да. Но почему-то, как бы, ситуация с концентрацией мест ДТП именно, и совсем с аварийностью на дорогах лучше не становится. И как раз один из вопросов вчера, первым, можно сказать, самым первым вопросом, это было, почему так все происходит. Мы заслушали представителей ГИБДД нашей Кировской области. Конечно, с их стороны была предоставлена полная подробная справочка, можно так это назвать, полный доклад. И мы понимаем, что, и они сами понимают, что ситуация лучше-то и не становится. Хотя они со своей стороны пытаются сделать максимальную, провести максимальную работу. Но, например, если у нас на 2020 год по сравнению с 2017, на такие там точки соприкосновения за три года, да, то у нас мест концентрации ДТП должно было сократиться порядка 30%. Ну, грубо, у нас должно на этот год быть порядка 20-24 мест концентрации ДТП. А почти 40. Ну да, мы понимаем, что уже на сегодняшний день идет увеличение. Даже, возможно, будет увеличение по сравнению с 2019. Если в 2019 это порядка 37 концентрации мест ДТП было. Ну, понимаете, было 37, нам надо сейчас сделать 24. Ну, как бы сделать-то мы можем, но по факту-то такого не происходит. По факту мы видим с вами, что ДТП происходит и со смертельным исходом, да, как бы, и не только. А причина-то в чем? Может, в том, что дороги делать стали, наконец? Потому что говорили же, да, чем хуже дорожные покрытия, тем меньше шансов, что люди разгоняться будут. Мы сейчас пытаемся в этой причине разобраться. Почему? Потому что наше министерство транспорта любит отчитываться очень красивыми цифрами. То, что они там за год потратили столько денежных средств, ликвидировали столько мест, как бы, концентрации ДТП. Мы начинаем сравнивать цифры. ГИБДД и Минтранс. Да, и понимаем, что почему-то Минтранс место концентрации ДТП ликвидирует. А у ГИБДД это место концентрации так и существует в своем списке. Как бы существует, и, по сути, у них существует, потому что там происходит ДТП. Значит, либо Минтранса какие-то мероприятия проводят не те, которые надо для данного места концентрации. Да, может, не посчитали. Может быть, сделали не то, что надо. Потому что мы вчера вопрос задавали, например, по какому-то из мест. А что вы там сделали? Ну, там, потому что это место концентрации город Киров, вот, у ДПИ Алексей Шутинов как раз сказал, ну, мы, наверное, поменяли фазу работы светофора. Как бы это один из вариантов тоже. Но в итоге, видите, один из вариантов. И они в список-то поставили, что они ликвидировали. Но этот вариант не прошел. Не сработало. У ГИБДД также это место ДТП, также концентрация, также это существует. Также мы там вопрос разбирали по улице Производственной в районе дома номер 8. Да, но там несколько участков, на самом деле, в Кирове, да, озвучивались, на которых, как бы, концентрация ДТП, она не меняется. То есть, это такие опасные участки. Проспект Строителей 1А, как раз Производственная 8, Перекресток улицы Московской, Производственной. Да, там переместилось. Там, если сейчас барьерку поставили у Производственной 8, да, то вместо концентрации переместилось к Производственной 10. Как бы тот подход, который на сегодняшний день, и те средства, которые тратятся, мы понимаем, что они тратятся впустую. Они тратятся просто для какой-то отчетности, для каких-то цифр, для чего-то кто-то зарабатывает на этом, да, но места концентрации ДТП не уменьшаются. Поэтому мы будем более качественно сейчас изучать эту проблему. Да, Константин, а у меня вот вопрос. Тот факт, что есть федеральные, в том числе, деньги, которые по этой программе в наш регион приходят, да, и которые, ну, я так думаю, что распорядители федеральных денег, наверное, ждут какого-то результата. Конечно. В снижении. Конечно, обязательно. И тут факт, что снижения нет. Для области это чем чревато? Мы денег не получим? Ну, для области это чревато, конечно, нехорошим рейтингом. Нехорошим рейтингом в рамках национального проекта «Безопасные качества автомобильной дороги». Так. По поводу неполучения финансирования, ну, это один из моментов, которые мы можем не то, что не получим, мы можем получить меньше. Мы можем получить меньше, потому что мы умеем красиво отчитываться, но не умеем грамотно и качественно ликвидировать места концентрации ДТП. Вот поэтому мы можем получить меньше, потому что красиво отчитываться, это не говорит о том, что вы сделали все грамотно и правильно. И то, что сейчас подтверждает ГИБДД, что у нас есть эти проблемы, есть и они остаются. И показатели 2020 года будут, не скажу, что хуже 2019, но, по крайней мере, не в том нормативе, в котором требуется. Но не 24 места. Потому что сейчас ГИБДД совместно с областной прокуратурой по квартально практически отрабатывают вот эти все места, приблизительные места концентрации ДТП, которые в ближайшее время могут вырасти, появиться, можно так сказать. Потому что у них же ежедневная статистика идет, они видят, какие ДТП происходят. Но, по крайней мере, они, может, совместно-то и отрабатывают, но город-то как-то к этому не с той точки зрения относится, с какой хотелось бы. Потому что тратить деньги, тратить деньги, которые выделяются не только из регионального, но и из федерального бюджета в никуда, менять дорожные знаки, чертить разметку, которая стирается через пару дней, а может, максимум месяц. Но это неправильно, на мой взгляд. Это неправильно и это не тот подход, который требуется для безопасности дорожного движения не только в городе Кирове, но совсем в области. И сейчас надо либо искать варианты, если кому-то это охота, да, либо искать другие способы решения проблем. Мы на сегодняшний год, вы в курсе, наверное, что порядка 30 миллионов плюсом перераспределили на безопасность дорожного движения, которые были не распределены в рамках кругового движения в Макарии. И мы с вами лучше эту ситуацию не видим. Нам Алексей Шутинов пообещал, что вот там скоро мы увидим новые светофорные объекты в городе. Ну, замечательно. С табло информационными, да. С информационным табло. Так они у нас раньше были. Мы, например, попросили вернуть обратно табло, которое отсчет времени. У нас же раньше с вами, помните, мы ездили по городу, и во многих перекрестках где-то это табло висели. Потом раз так, почему-то, по чьей-то воле эти табло исчезли. Но там, я насколько помню, был достаточно такой большой спор по поводу того, хороши они или плохи. Потому что кто-то говорил, что это удобно, а кто-то говорил наоборот, что люди видят, что остается там еще 2-3 секунды и пролетают на этих двух секунд. Смотрите, в рамках безопасности дорожного движения спора не должно быть никогда. Да, по моему взгляду, да. Как бы, если у нас информационные табло отсчета, они подтверждены мировой практикой, что это помогает, это спасает чью-то жизнь, либо это спасает там от какого-то столкновения, то они должны быть. А там спорить мы там должны, не должны. Если у нас круговые движения помогают в любых городах, не только в Кирове, о снижении аварийности на дорогах, значит, они должны быть. Мы лучше, вот мое суждение, иногда лучше в пробки постоять, чем в ДТП попасть. Ну, это правда, потому что если ты попадешь в ДТП, ты потом набегаешь все больше, чем ты в пробки постоишь. Но в данной ситуации, как бы, мы вчера, конечно, вопрос задали, но нам почему-то так и не ответили со стороны УДП, а где же все-таки эти табло? Куда они делись-то? На чем складе они лежат на сегодняшний день? Куда унесли? Ну, у нас так же, как у нас умные светофоры куда-то делись, системное обеспечение, да, которое там еще в 2010-м, либо 2012-м закупали, обещали нам установить, что все будет замечательно, и исчезло все. Теперь нам говорят, что опять новые светофоры будут закупать, а старые-то чем хуже-то? Куда они делись, главное. Да, так они есть, но просто чем они хуже от новых светофоров? Я не вижу пока на сегодняшний день в городе каких-то объектов светофоров в очень плачевном состоянии. У нас надо задумываться о некоторых других вещах-то, по крайней мере. По крайней мере, обратно верните цифры. Верните информационные этапы. Константин Сечехин, в нашей студии мы сейчас перерыв на рекламу сделаем, на полторы минуты вернемся, еще немножко про дороги поговорим. Особое мнение на 101FM Сегодня это особое мнение Константина Сечехина. Мы с ним говорим о дорогах, о реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Места концентрации ДТП, я поняла, не уменьшается их количество. Да, не уменьшается и не уменьшится при таком подходе администрации городской и Минтранса Кировской области. Да, есть ли еще какие-то претензии, скажем так, которые могут нам федеральные власти предъявить нашему региону в части разумного и эффективного расходования тех самых средств, которые по БКД в наш регион приходят? Вы подводили итоги вообще реализации программы БКД в этом году или нет? Подводить итоги, конечно, пока рано. По той причине, что у нас есть ряд контрактов, которые были отторгованы за денежные средства, которые поступили дополнительно. И у них сроки реализации уже там конец октября месяца стоит. А еще работы ведутся. Плюс вот нам Алексей Шутинов как раз сказал, что он тут где-то они отторговали контракты по замене светофорных объектов. Это опять же на деньги 20-го года. И все вероятнее на деньги, которые были не реализованы в рамках кольцевого движения в Макаре. Вот. Ну, как бы подводить итоги рано. Но промежуточный итог пока есть такой не очень хороший. Это в плане автомобильной дороги в Кирово-Чепецке по улице Братьев Васнецовых. Мы только вчера поступил ответ нам с Кирово-Чепецкой администрацией. Реализацию данного контракта, данного объекта, это был 1 октября 2020 года. Объект был переходящий, его отторговали в том году. Два года его делали. Два года делали и до сих пор не сделали. Как так? Ну, вот так вот у нас. 1 октября-то ведь прошло. Так у нас вот так Виат Автодор умеет делать дороги на сегодняшний день. А в чем там проблема? Там проблема, на мой взгляд, конечно, пишут проблема в том, что там сети, с сетевыми компаниями какие-то у них заморочки. То, что там по проектной документации какие-то проблемы были, да. На мой взгляд, у нас одна проблема, это компания Виат Автодор на сегодняшний день, да. Которая не умеет делать так, как это требуется делать. Если вы уже взялись за объект... Серьезное заявление. Это серьезное заявление, я заявлял и буду заявлять. Если они берутся за работу, да, то надо доводить работу до конца, в те сроки, которые требуются. А когда вы берете за работу и не делаете ни черта, и при этом делаете вот так, плачевно, как сейчас. Вот город Киро-Чепецк, если кто ездит, да. Вот улица Некрасова, получается, Александра Некрасова с улицы 60 лет Октября. Там перекопано уже, наверное, год. Перекопано кем? В Виат Автодором. Они там перекопали, они там начинали делать занижения на перекрестке в районе автозаправочной станции. И вот год уже люди ездят по этому перекопанному объекту, можно так сказать. И наслаждаются той работой, которую они выполняют. В кавычках. В кавычках. Это приятно? Нет, это неприятно. Кому это будет приятно? Мне? Или гражданам кому-то? Да нет, конечно. И при том, что когда ты едешь и видишь, что этот объект ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные качества автомобильной дороги, поддержанная президентом Российской Федерации». У него сегодня как раз день рождения. С днем рождения Владимирович. Вот. И по этому поводу, да, как бы кому это будет приятно-то? Ну, никому не будет приятно. И вот когда такие компании, как Вят Автодор, ремонтируют такие объекты за национальные деньги, ну, мне это, как бы, плачевная ситуация, что у нас такие компании есть на территории Кировской области. С улицей братьев Фоснецовых история-то какая? То есть 1 октября прошло, они сдадут ее вообще? Ну, на сегодняшний день, согласно ответу Кирово-Чапецкой администрации, как заказчика, объект будет сдаваться 30 ноября. Ноября? Не октября, ноября. Не, ноября. Вот именно они говорят, что в ноябре месяце мы... Так у нас 30 ноября, простите, снег уже лежит? Ну, у нас... Я же опять же хочу подойти к самому началу, да, что у нас на сегодняшний день вот такая ситуация сложилась данным подрядная организация, да, которая любит и в снег, и в дождь, и в любую погоду. Я думаю, что они не сдадут. Вот мое такое предположение... В смысле, не успеют сделать? Не успеют. Мы специально 13 сентября сейчас, ой, октября, планируемся сделать выездное мероприятие. Там, в Чапецке. В Чапецк. Именно мы едем в Чапецк, посмотреть данный объект, в какой стадии реализация идет, вот, посмотреть, насколько успеют, а не успеют, и услышать все-таки мнение подрядчика. Что они нам расскажут? В чем причина? В чем причина задержки, реализации, ремонта данной улицы? А я правильно понимаю, что не успеть мы не можем, потому что это федеральные деньги, и мы должны выполнить? Да, вы правильно понимаете. Не успеть мы, во-первых, не можем на сегодняшний момент, во-вторых, это переходящий объект, перекинуть мы его никуда уже не делаем. Он уже перешел. Он уже перешел. Мы максимум, что можем в следующем году завершать его за счет бюджета. А, то есть деньги, которые нам пришли, надо будет вернуть? Ну, конечно. Мы их вернем, и за счет бюджета Кировской области мы будем завершать строительство данного объекта. Еще, как бы нам не получить большой-большой минус, там, порядка 140 миллионов по данному объекту, с учетом нереализации его в рамках национального проекта. Вот в этом есть большая сейчас проблема, и благодаря этому подрядная организация. Плюс мы едем еще посмотреть объект в Фаленках. Там тоже реализация идет в рамках национального проекта, объекта. Едем туда посмотреть, там подрядчик, либо субподрядчик, или подрядчик Зуевский. Они нам, мы там уже были летом, в середине лета нам обещали, что они все вовремя закончат. У них срок контракта. Там дорога какая-то. Да, там тоже дорога. Там дорога по Фаленкам идет, которая идет в сторону Удмуртии. Если кто ездит, там тоже центральная дорога в Фаленках. Она идет в сторону уже там выезда из Фаленок и в Удмуртию. Туда в том, например, в Удмуртии. Едем тоже посмотреть, как у них идет реализация данного объекта. То есть они тоже опаздывают? Ну, я пока не могу ничего по этому объекту сказать, потому что Минтранс нас уверяет. Вчера спрашивал, говорят, что там все хорошо, проблем нет, отставания нет по срокам. Скоро будет сдача данного объекта. Поэтому хотелось бы воочию посмотреть, а не верить на словах. Понятно, потому что история с братьями Васнецовыми настораживает. Да, с братьями Васнецова очень настораживает история. И как бы она не очень положительно влияет на статистику реализации национального проекта в Кировской области. Двигаемся дальше. Почему на такой длительный срок перекопали дороги в Кирове, Казанское, Горького и другие? Кто ответит? Раньше такого не было. Три восклицательных знака пишет слушатель Григорий на нашем сайте. Да я Григорий сам этот вопрос задал бы администрации с удовольствием. Почему такой похабный контроль к подрядчикам ресурсоснабжающей компании? Почему такое отношение похабное совсем к данным подрядчикам? Почему им так позволительно надолго перекапывать улицы, не работать? Потому что, например, по улице Казанской практически каждый день до через день езжу. И подрядчик, максимум я его видел с понедельника один день, когда они там работали на объектах. Больше его там не видно. Так они, наверное, в другом месте где-то работают, потому что в городе все перекопано. Они молодцы. Все надо заканчивать. Надо все успеть, да. Понабрали контрактов, надо все успеть, но при этом люди должны страдать. И тут еще очень многое зависит и от администрации, когда они им выдают разрешение на земляные работы и выдают разрешение с большими сроками производства работы. Ну, как бы это непозволительно. Это непозволительная роскошь. Они бы сходили хотя бы, ну, я не люблю делать примеры по Москве, но мы тут вот общались со специалистами из Москвы, да. Они просто говорят, если у них в Москве какая-то ресурсоснабжающая организация захотела зайти на объект и перекопать там, где был новый асфальт, в гарантийных обязательствах. Во-первых, они их заставляют копать от улицы до улицы, а не как у нас там, знаете, маленькими пятачками такими, да, менять. Ну, чтобы сразу целостность объекта была, да. А во-вторых, им сроки такие ограничительные делают, что они там порядка двух, ну, максимум месяц они должны уложиться. Максимум месяц, если это объект большой капитального ремонта, а если это объект аварийного, то это неделя максимум работает. А у нас почему-то им такая вот роскошь позволительная. Они раскопали, ходят там, вокруг да около месяцами что-то делают. Вот улица, например, милицейская, два года копают. Два года копают в районе улицы там от Карла Марса до улицы Дериндяева, если я не ошибаюсь. Два года копают и, наверное, еще третий год будут копать. Там закопали вроде все уже. Там закопали, но у них там опять провал, опять провал. Я думаю, что они опять начнут раскапывать, чтобы восстановить асфальтобетонное покрытие. Очень не хочется сидеть без горячей воды, честно говоря, улицы милицейской. Константин, у нас две минуты остается до конца эфира. Еще попросила бы очень коротко прокомментировать сегодняшнюю публикацию в бизнес-новостях. История идет о том, что Кировская область подала в федеральный Минтеран заявку на получение господдержки для покупки 30 автобусов. Субсидия, да, и одобрения пока не получила. И я так понимаю, что есть вопросы к тому, вообще получим ли мы эти деньги. А мы не получим эти деньги. Почему? 100% не получим? Да, я тут даже, знаете, гадать не буду. 100% мы их не получим, по той причине, что одна из критерий получения вот этой субсидии, это чтобы в городе были выделены линии, полосы для общественного транспорта. Вы видели такие полосы? Нет. Но их, правда, обещают уже давненько. По-моему, еще Илья Шульгин об этом говорил. Вот плохо, что Илья Шульгина сейчас нету. Было бы с кого спросить. А так, один из критерий получения данной субсидии, это выделенные полосы для общественного транспорта. Если их нету, то эти денежные средства мы не получим. Мы ранее тоже подавали уже заявку. В прошлом году? Ну, даже нет. Зимой этого года мы подавали эту заявку, и было отклонение. Одним из критериев отклонения этой заявки как раз было отсутствие выделенных полос для движения общественного транспорта в городе Кирея. Для того, чтобы сделать выделенную полосу, сколько нужно времени? Ну, я думаю, что... Ну, вот условно, одна выделенная полоса нас спасет или нет, если мы сделаем быстро выделенную? Тут же вопрос-то, чтобы она была. Да. Да. Никто же не поедет смотреть и мерить, сколько квадратных метров. Вот критерии закрыли, и все замечательно, да. Критерии выделенная полоса на Октябрьском проспекте, о чем разговаривали неоднократно, появилось. Этот критерий закрыли. Уже больше шансов попасть в эту программу и хотя бы начать менять общественный транспорт города Кирова и Кировской области. Но так как выделенной полосы нету, то денег нам ждать не от кого. То есть не дадут? Не дадут. Хотя вроде бы Минтранс говорит о том, что это всего лишь один из критериев, а по всем остальным мы вроде соответствуем. Минтранс намного что обещает региональные, но из этих обещаний, вы сами знаете, сбывается максимум 10%. Константин Сичихин в нашей студии, чтобы сделать выделенную полосу и соответствовать условиям федеральных распределителей средств на покупку автобусов, распределителей субсидий, нам надо сделать выделенную полосу. И это занимает неделю, говорит Константин. Выделенки нет. Выделенки нет. Да. Программа «Особое мнение» на этом завершается. Спасибо большое Константину, руководителю рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, председателю общественного совета при региональной службе по тарифам, за тарифами, особенно на вывоз мусора. Будем следить. Программа «Особое мнение» завершается. Константин Сичихин, Анна Лапшина. Мы с вами прощаемся. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM